Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 31 января, Православная Церковь совершает память святителя Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский родился примерно в 297 году в Александрии, в добродетельной христианской семье. С детства он так полюбил церковное богослужение, что устраивался своими сверстниками игру в священников, а сам, подобно епископу, со всей точностью совершал церковную службу. Когда к мальчикам присоединялись дети из языческих семей, святой Афанасий рассказывал им о Христе Спасителе, а затем, в случае их согласия, совершал на берегу моря обряд крещения. Когда святому Афанасию исполнился 21 год, святитель Александр рукоположил его в Сан-Диакона Александрийской Церкви. После смерти святителя Александра диакон Афанасий был избран его преемником, первосвятителем Александрийской Церкви. В 326 году он был рукоположен воепископа Александрийского. Возглавив Александрийскую Церковь, святитель Афанасий продолжал ревностную борьбу против еретиков, которые, пользуясь поддержкой при дворе, добились осуждения святителя. В 336 году он был отправлен в изгнание в Трир. После смерти императора Константина, святитель Афанасий возвратился из ссылки. Несмотря на многолетние в общей сложности более 20 лет гонения и преследования еретиков, святитель Афанасий продолжал неотступно отстаивать чистоту православия и неустанно обличать Ариан, против которых написал много посланий и богословских трактатов. Первосвятитель управлял Александрийской Церковью вплоть до своей блаженной кончины в 373 году. Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, был родом из знатной семьи, в которой почиталось христианство. Впоследствии Кирилл стал одним из выдающихся борцов за православие и великих учителей Церкви. Помимо изучения Священного Писания, он изучал многие светские науки, в числе которых была и философия. Святой Кирилл был единодушно избран на патриарший престол Александрийской Церкви после смерти патриарха Феофила. Святитель Кирилл сразу же возглавил борьбу с яростными еретиками, распространившимися в Александрии, но, видя, что уговоры и увещевания не приносят результата, приложил все усилия, чтобы еретики были изгнаны из Александрии. Свой жизненный путь святитель Кирилл закончил в 444 году. В общей сложности он управлял Александрийской Церковью в течение 32 лет. Перу архиепископа Кирилла принадлежит немало творений, основными из которых являются толкование Евангелия от Луки, Евангелие от Иоанна, послание апостола Павла. Совместное празднование святителям Афанасию и Кириллу Александрийским установлено за их многолетние великие труды и подвиги, понесенные в защиту догматов Вселенской Церкви. Совершая празднование памяти святителей Афанасии и Кирилла, Церковь призывает каждого верующего хранить православную веру, очищенную от заблуждений и ересей, ведь именно защитой подлинного православного вероучения и занимались два великих Александрийских святителя. Это еще одно напоминание всем о необходимости чтения святоотеческих творений, которые помогут нам отделять истину от заблуждения, ведь наша вера должна быть верой отцов Церкви. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, преподобных схемонаха Кирилла и схемонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, преподобного Афанасия Сяндемского-Вологодского, праведного Афанасия Новолодского, преподобного Маркиана Кирского, священномученика Михаила Каргополова-Пресвитера, священномученика Евгения Исадского-Пресвитера, священномучеников Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сергия Лебедева, Александра Русиного-Пресвитеров. Все, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тиза именинства, а также всех телезрителей с 15-летием нашего телеканала. Будьте Богом хранимы на многое и благая лето. Кто нас так крепко объединяет, веру вселяет, на труды вдохновляет, кто просвещает людские умы? Многое лето, союз – это мы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА